здравствуйте вы со мной на канале остроумно это ваш самый любимый канал на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети бутылочка хорошего вина очень важная вещь для дружеских встреч романтических вечеров и просто хорошего времяпровождения вопрос только в том как это хорошее вино отыскать нужно ведь чтобы и вкус был приятным и на утро ты не жалел о выпитом вы точно этого не знали мы научим тебя выбирать качественное вино и распознавать подделку еще магазине итак какое вино выбрать на какие только уловки не идут производителем чтобы выдать свой продукт за хорошее вино вариантов подделок огромное множество порошковое вино шиэлизированное с добавлением глицерина шаптализированное со щелочными добавками смесь вин с добавлением красителей очень важно среди этого всего найти ту самую бутылку с настоящим вином все начинается еще в магазине и тут даже цена не такой уж определяющий показатель ведь под этикеткой надежного производителя может скрываться подделка обращай внимание на детали и ты не попадешься на подобные уловки и так бутылка запомни хорошее вино никогда не хранится в бумажных пакетах только порошковое не стоит покупать также вино в глиняной таре в условиях магазина она вряд ли сможет сохранить свои качества настоящее вино продается только в стеклянных бутылках этикетка обязательно изучи этикетку перед покупкой если ты покупаешь вино дорогой известной марки то этикетка должна быть без единого изъяна добросовестные производители никогда на этом не экономит никаких отклеенных краев поплывших надписей и следов клея быть не должно если заметил что-то подобное скорее всего внутри подделка дата изготовления должна быть проштампована отдельно от основной информации на этикетке все шрифты должны быть четкими без опечаток брака печати надписи на этикетке и на пробке должны совпадать пробка этого в магазине не проверишь конечно но дома нужно обратить внимание длина пробки не говорит о качестве вина просто длинными пробками закупоривать вино с хорошей выдержкой а короткими молодые вина куда важнее материал из которого пробка изготовлена хорошее вино не закупоривается пластиковой пробкой у вина высокого качества пробка пахнет ягодами но ни в коем случае не плесенью и сыростью качество пробки может быть разным но она не должна крошиться если пробка рассыпается под штопором то на ней явно сэкономили производители с репутацией такого бы не допустили если после того как ты принес домой вино у тебя все еще остались сомнения в его качестве и натуральности есть целых четыре надежные способа все проверить если тебя насторожил вкус или запах вина не помешает проделать один из этих трюков сода при добавлении обычной пищевой соды натуральное вино поменяет свой цвет это реакция с виноградным крахмалом синтетическое вино не поменяет свой цвет глицерин чтобы понять не порошковое ли вино ты приобрел нужно добавить него пару капель глицерина натуральном виде они просто опустятся на дно и сохранят свой цвет если глицерин изменит свой цвет на желтый или красный то вино порошковое мел это отличный тест на наличие красителей просто как и немного вина на кусочек мела если высохшее пятно посветлело вино хорошее и без красителей если же пятно меняет цвет в вине есть красители взбалтывание неплохой способ определить качество вина при взбалтывании бутылки в качественном продукте пена соберется в центре и быстро опадет плохом вине пена соберется по краям и будет медленно оседать если один из этих занимательных химических опытов показал что вино плохого качества лучше отказаться от него не стоит отравлять свой организм низкопробной подделкой поверь от хорошего вина ты получишь гораздо больше удовольствия и пользы теперь ты знаешь как выбрать вино с этими простыми трюками ты больше не попадешься на уловки недобросовестных производителей будь бдительным обращай внимание на детали и выбирай только самое лучшее на этом я с вами прощаюсь подписывайтесь на наш канал жмите на колокольчик а также не забудьте перейти на наш сайт странички инстаграме фейсбук ссылки есть в описании всем пока услышимся